Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня будем говорить о теме, которая интересует всех – ЖКХ. Ровно месяц остался до того момента, когда будет отменен мораторий на пене и штрафы должникам по услугам ЖКХ. То есть, если сейчас у вас есть долги, пен не начисляется, то с 1 января все штрафы вернутся. Как это будет происходить? Кому сейчас стоит беспокоиться? Вот об этом мы сегодня будем беседовать с Евгением Гавриловым, заместителем министра промышленности энергетики ЖКХ Красноярского края. Евгений Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Но прежде чем перейдем к теме отменного моратория с 1 января, давайте поговорим о переходе на оплату услуг затопления по факту, которое было с 1 сентября. Вот уже 3 месяца это работает, но мне кажется, что как-то вам повезло. Или это все-таки расчет такой? Это и с погодой повезло, первое. И второе, все-таки климатические особенности нашего Красноярского края меняются. И мы действительно анализировали ситуацию. Это не первое муниципальное образование, которое перешли на факт. Это надо понимать. Это первое. Второе, значит, некоторые многоквартирные дома в том же самом городе Красноярске, где товарищ собственников жилья осуществляет деятельность по управлению такими домами, они уже давно платят по факту. Потому что им так выгоднее, им так проще рассчитываться, как некоммерческая организация с ресурсоснабжающими компаниями. То есть такие прецеденты уже на территории данных муниципальных образований были. Конечно, здесь необходимо отметить о том, что те многоквартирные дома, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета, они стали более пристальнее изучать эту тему. Но вот на самом деле большинство жалоб было как раз от тех, кто платит, скажем так, по тарифу, по нормативу. Сейчас много жалоб таких? Сейчас, как правило, жалоб уже практически нет. В том числе и в колл-центр не поступает обращение о том, что мы стали платить больше на 25 процентов. Потому что раньше понижающий коэффициент применялся 0,75, который растягивал как раз-таки оплату на 12 месяцев. Сейчас в большей степени жители стали активно интересоваться вопросом установки общедомовых приборов учета. Начали спрашивать и про методическую какую-то помощь. Конечно, колл-центр... Вы оказываете такую помощь? Да, однозначно. Мы разъясняем требования законодательства. Это колл-центр. Повторюсь, 8-800-333-70-07. Звонок по краю бесплатный. Есть сайт gkh24.ru, где можно найти, как раз-таки, каким образом проводится общее собрание, что необходимо сделать. Но это ставится за свой счет. Вы же сами имеете в виду. Однозначно. Но здесь есть право выбора о том, что либо это в рамках проведения капремонта может быть сделано, если мы понимаем, что будет проведен... Давайте капремонт пока оставим в стороне. Там отдельные вопросы к этой программе существуют. Второе – это единовременная плата жителей для установки приборов учета. Можно, конечно, принять решение за счет текущего ремонта те накопления, которые были сейчас использовать на установку приборов учета. И третий момент, самый важный, о котором мы начинаем говорить в адрес ресурсоснабжающих организаций. Все-таки коллеги должны были установить такие приборы учета с 1 июля 2013 года. В том-то и дело, понимаете? Потому что, как в свое время говорили, что нужно это установить, но почему-то у нас сколько процентов в Красноярске обеспечено? 70? 70 процентов. 70 процентов. 30 процентов проигнорировали распоряжение государства. И никаким образом не понесли за это ни наказание, ничего. А люди сейчас сидят и платят, ну, скажем так, приличные деньги. В 30 процентов еще попадали те многоквартирные дома, где не были обязательные требования к установке приборов учета. Там весь жилищный фонд оборудован. Там весь жилищный фонд. Сумели же это сделать. Но, смотрите, вот сейчас выгодно устанавливать приборы учета? В большей степени, конечно, с точки зрения потребителя, сейчас в самые наиболее холодные месяцы года не совсем для потребителя выгодно устанавливать приборы учета. Выгоднее устанавливать, конечно, там в марте, в апреле, когда уже температура воздуха наружного будет положительной в большей степени. Но при этом мы будем, и собственники будут платить по факту. Вот если я делаю вывод из ваших слов, вы не исключаете, что вот сейчас после ноябрьских морозов мы в декабре можем не так сильно опрадоваться своим платежкам, как мы радовались в сентябре, в октябре и даже в ноябре в начале, когда получили расчеты. Отвечая на этот вопрос, я могу сказать следующее. Вот даже по своему жилому помещению, в общей площади у меня 60 квадратных метров, да, жилое помещение, я в сентябре действительно ничего не заплатил. У меня общедомовой прибор учета в многоквартирном доме стоит. Значит, в октябре я заплатил 700 рублей, а в ноябре платежный документ буквально вчера получил, я счет получил 1400. То есть за три месяца у меня начисление за отопление составили 2100 рублей. Если поделить на три, то это в среднем по 700 рублей. Хотя я в июле и в августе платил по среднемесячному в размере 1050 рублей. То есть все равно у меня уже экономия... Давайте декабрьские получим, там вот ноябрьские морозные дни получим, и там дальше разберемся. Хорошо, давайте перейдем теперь к мини-мораториям. Насколько я понимаю, что сейчас с апреля месяц это было установлено, даже если люди просрочили, накопили долги по ЖКХ, им никаких штрафов не начисляют. Да, действительно, штрафы пени не начислялись за неуплату своевременную за потребленные коммунальные ресурсы, но при этом нужно понимать о том, что обязанность по оплате коммунальных услуг она оставалась у собственников. То есть мы понимаем, что управляющие компании также передавали исковые заявления в суды общей юрисдикции за общую сумму неоплаты коммунальных услуг. Штрафы пени не начислялись. Но это не означало... То есть потому что многие восприняли, что теперь можно за услуги ЖКХ не платить. Действительно такое было? Убеждение было, но это убеждение не совсем корректное. Мы же понимаем, что мы потребили ресурс, мы за него должны заплатить. Ну, а кто-то вот, например, решил, что именно так. Долги прощаться будут или нет? Долги обвинуты. Долги прощаться однозначно не будут, поскольку коммунальный ресурс потреблен. Мы фактически его использовали для социально-бытовых нужд. Долгов больше стало? В начало пандемии, когда мы входили, это был апрель 2020 года, мы прогнозировали ситуацию о том, что уровень оплаты снизится примерно на 30%. Хотя на самом деле в мае и июне, когда смотрели уже по оплатам, снизилась платежеспособность населения буквально на 15-17%, которая уже в июле-августе более-менее стабилизировалась. И сейчас мы имеем средний уровень платы за жилищно-коммунальные услуги в размере 92-94%. Мы такой мониторим. То есть сейчас, по сути дела, люди платят так же, как они платили до пандемии. Да, они платят... То есть те, кто был должниками, тот и остался, как был до пандемии должником, тот и остался. Да, они платят так же, как и в прошлом году, к примеру, в аналогичном периоде. Мы эту ситуацию держим на контроле. Два раза в месяц мы направляем такие сведения в Минстрой Российской Федерации. Вот смотрите, все равно, человек, если... Конечно, могут возникнуть долги по разным причинам. У кого-то действительно просело материальное положение, и он правда попал в долги. Вот 1 января наступило, с такими людьми что будет? Им сразу за... Вот этот весь период пене насчитают или нет? Нет, за этот период пене точно не насчитают. Если они, конечно, не оплатят эту сумму за должность в феврале, в марте, то уже с 1 января пеня будет рассчитываться на... То есть долги будут считаться по... Скажем так, уже в следующем году, да? Да, да. Я хотел бы обратить внимание тех жителей, у кого действительно сложное финансовое положение, в первоочередном порядке необходимо обратиться в управляющую организацию свою. И если мы понимаем, что мы не сможем оплатить в январе, в феврале, в марте, да, в связи с там трудной ситуацией, возможно, с работой, с потерей работы там связано, то управляющие компании, как правило, идут на встречу и заключают договоры о рассрочке платежей. Рассрочку на сколько можно заключить? Да, рассрочку можно заключить. Это уже как договорятся с управляющей организацией. Ну, в среднем это год. То есть на год, допустим, свои долги можно оплачивать. В этот момент пение, штрафы начисляются? В большей степени, если договариваются с управляющей организацией, и управляющая компания идет на встречу, то управляющая компания не начисляет пение, штрафы вот за этот период времени, потому что заключен договор о предоставлении соответствующей рассрочки. Вообще сама пение, она насколько весомая? Ну, самая пеня, понятное дело, если мы не заплатим там 3-4 тысячи рублей, она не такая весомая, это 1,03 ключевой ставки ЦБРФ. Ключевая ставка у нас... Вы сейчас говорите непонятно. 4,25. В рублях можно? Вот на 10 тысяч рублей. Сколько примерно может быть месячная пеня? Ну, месячная пеня, возможно, там 30-40 рублей, вот так где-то составит. А смысл тогда заморачиваться? Смысл тогда платить долги? Ну, мы же понимаем, что у кого-то долги и по 10, и по 15, а где-то у нас на территории края есть должники и по полмиллиона рублей имеют задолженность за оплату. Ну, если у меня полмиллиона долгов, то, вы знаете, 500 рублей... Роли не сыграют. Роли уже не сыграют, поэтому я не думаю, что это сильно. А вот отключение могут сделать коммунальный хост? Да, действительно, с 1 января 2021 года уже отменяется тот мораторий на отключение либо ограничение предоставления коммунальных услуг. То есть, по сути, управляющая организация либо исполнитель коммунальной услуги имеет право выйти и ограничить подачу коммунальных ресурсов. Смотрите, во время зимой горячую воду отопления и вообще воду отключить нельзя, это будет уже... Однозначно. Это будет нарушение, да? А канализацию в многоквартирных домах отключить тоже невозможно. Ей пользуются все, по сути дела. Как можно отключить должника? Электрическая энергия – это раз, ограничить подачу коммунального ресурса. А, то есть, рубить рубильничек и сидеть без... Да, да, либо поставить ограничитель. Скажем так, если он включил чайник и у него одновременно идет телевизор, то уже будет отключаться... То есть, либо чайник, либо телевизор. Либо чайник, либо телевизор. Ну, опять-таки, это сначала управляющая компания должна ограничить, а потом полностью отключить, скажем так, подачу коммунального ресурса. Есть, не рассчитывается подача. Да. Можно ту же самую систему водоотведения, систему канализации ограничить. Были такие прецеденты, когда управляющая компания... А как? Ну, вы же не сможете зайти в помещение. Через общий стояк, через крышу многоквартирного дома заглушку в конкретное жилое помещение загоняли. Ну, здесь есть отдельные моменты, когда эти заглушки потом выбивались, и действительно вставала вся система... Я про то же и говорю. Но, в принципе, вот самый действенный момент на должника, это если ему вырубят электричество. Это реальность. Электрическая энергия – это реальность. И такие есть примеры? Однозначно. У нас даже по городу Красноярску, знаю точно, многие управляющие компании пользуются этим примером, особенно на новом жилфонде, не переводят на прямые платежи, только для того, чтобы был рычаг воздействия на неплатежи. То есть не дают договариваться с энергоснабжающими организациями? Да, напрямую не платят в энергосбыт. То есть лучше мы потерпим убытки от жителей, но у нас будет реальный рычаг для того, чтобы... Конечно, этот рычаг воздействия реальный. Жителям нужно понимать, что долги либо в судебном порядке, либо в таком жестком порядке, но все равно будут взыскивать. Однозначно. Никто про счет не собирается. К сожалению, да? Здесь нужно обратить на это внимание особое. Мы, если потребили, мы за это должны заплатить, за этот ресурс. Но вообще есть люди, которым могут простить долги по ЖКХ? Есть какие-то категории или нет? Значит, есть категории, отдельные категории граждан, которые получают люготы и субсидии. Чтобы простить долги, такого нет. Простить пение, штрафы, управляющая компания может на свое усмотрение. Но пение, штрафы, мы уже разобрались, что это мизерная сумма, которая в принципе... Здесь простить, скажем так, ту неоплату коммунальных ресурсов, либо жилищную услугу, которая своевременная, в полном объеме предоставляется, в большинстве случаев, конечно, нельзя простить. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию и все подробно разъяснили. Спасибо. Спасибо. Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Краснодарского края, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова